Работа. Как много связано с этим понятием? Конечно, прежде всего это способ заработать на жизнь, но часто и образ жизни, и возможность проявить себя, и даже среда общения. Если мы проводим около третьей жизни во сне, то смело можно утверждать, что половину оставшегося времени мы проводим именно на работе. Безусловно, выбор профессии – это один из самых главных выборов в жизни, и от него часто зависит судьба человека и судьба его близких. Этот выбор всегда нужно делать осознанно и правильно. Конечно, всем хочется иметь такую работу, которая приносила бы не только удовольствие, но еще и солидный доход. Как говорил Бернард Шоу, труд по обязанности – это работа, а работа по склонности – это досуг. Об этом и многом другом наша сегодняшняя передача «Выбор профессии». Снять печати недосказанности с этого сложного вопроса нам сегодня помогут эксперты. Директор Центра занятости населения города Твери Ольга Сергеевна Мишунина. И наш постоянный эксперт, психотерапевт Юрий Николаевич Рыйский. Для начала, я думаю, стоит все-таки выяснить, как у нас обстоят дела на рынке труда в нашем городе. Поэтому первый вопрос у меня к вам, Ольга Сергеевна. Сколько сейчас тверичан стоят на учете в службе занятости? Ежедневно в нашу службу обращается около 100 человек. И 20% сразу же трудоустраиваются в первый день. Обращаются к нам за различными нашими услугами. В первую очередь, конечно, это за содействием в поиске подходящей работы. Также мы информируем граждан о ситуации на рынке труда, складывающейся как в нашем городе, так и в нашем регионе. И предоставляем на безвозмездной основе определенное количество государственных услуг. Для того, чтобы быть максимально приближенным к нашей современной молодежи, мы используем ряд современных технологий, которые помогают гражданам ориентироваться в наших услугах. Часть из этих услуг мы можем предоставлять гражданам, не выходя из дома, с помощью наших интернет-ресурсов. У нас существует сайт нашего центра занятости. Также это работа в России, это сайт нашего главного управления. Ежедневно обновляется банк вакансий. На сегодняшний день на наш сайт, который функционирует уже более года, обратилось 250 тысяч посетителей. Из них почти 75% обратились непосредственно к нашему банку вакансий, который ежедневно обновляется. На сегодняшний день в банке вакансий центра занятости 7 тысяч вакансий. Поэтому мы готовы предоставить всем помощь, оказать содействие в поиске работы. То есть насколько могут рассчитывать люди, которые приходят к вам, на то, что они действительно получат ту работу, которую хотят, которую желают? В законе о занятости есть понятие подходящая работа, которую мы подбираем, наши специалисты подбирают нашим соискателям, исходя из специальности полученной, из характера и условий последнего места работы. Также мы смотрим на состояние здоровья и на уровень претензий, то есть заработная плата и пожелания наших посетителей. Не секрет, что есть некий дисбаланс между желанием тех, кто приходит устраиваться на работу, и возможностями работодателя дать им ту или определенную вакансию. Что же скажете, на этот счет есть ли такое в Твери? Ну, естественно, структурный дисбаланс присутствует и в нашем регионе. Это несоответствие между теми вакансиями, которые сегодня заявляет работодатель, и тем квалификационным составом, который приходит, вернее, с теми профессиями и пожеланиями к работе, с которыми приходят наши соискатели. Каждого пятого из наших безработных граждан мы направляем на профессиональное обучение, либо переобучение, либо повышение квалификации, исходя из той ситуации, из тех востребованных профессий, которые необходимы сегодня работодателям. А какие востребованы, можно перечислить? Может быть, направления основные? Я могу сказать, из 7 тысяч вакансий, которые сегодня заявлены в нашем центре занятости, 77% это рабочие специальности. То есть нужны квалифицированные работники, в первую очередь, это сфера строительства, услуг, транспорт, машиностроение. Из вакансий для ИТР и служащих это медсестра, это педагоги нам нужны в городе, это медицинские работники. Так, с этим разобрались. Тогда какие специалисты приходят с проблемами, которые не могут найти себе работу? Часть наших безработных граждан и граждан, которые ищут работу, давайте будем говорить так все-таки о гражданах, которые ищут работу. Естественно, они приходят в надежде найти хорошую достойно оплачиваемую работу, это хорошие условия труда, которые создаются сегодня благодаря той инвестиционной политике, которая проводится в нашем регионе. У нас создаётся очень большое количество рабочих мест, у нас появляются новые предприятия с современными условиями труда, с достаточно хорошей заработной платой и, в общем-то, требуется в основном молодёжь. Ну вот как раз это наверняка выпускники чаще всего вузов или других учебных заведений. Могут ли они получить какую-то помощь? Какую именно? В службе занятости реализуется несколько программ, которые направлены именно на трудоустройство молодёжи. Для выпускников техникумов и колледжей у нас есть программа «Первое рабочее место», в рамках которой мы заключаем договоры с работодателями и трудоустраиваем как раз эту категорию граждан. И также 4 года с 2010 года в нашей регионе действует программа «Стажировка». Когда для молодых выпускников, затрудняющихся с трудоустройством, которые не могут найти себе работодателя, мы заключаем договоры с нашими предприятиями, организациями различных форм собственности и организуем временные рабочие места на период до 6 месяцев, в рамках которых выпускники получают свой первый опыт. А что дальше после этой временной работы? Из той статистики, которую мы ведём, 70% выпускников либо потом трудоустраиваются на эти же предприятия, где они успешно прошли стажировку, или специалисты кадровых служб заносят их в свой банк вакансий, к которому они обращаются, как только у них появляется необходимость в работниках именно данной профессии, данной сферы. Насколько можно судить, из вашего рассказа есть возможности довольно большие получить помощь в поиске работы? Естественно, служба занятости как раз направлена на то, чтобы быть партнёром. А вот как быть с тем, чтобы помочь человеку определиться с тем, какое же направление всё-таки его? Одна из наиболее наших востребованных услуг – это профессиональная ориентация в целях выбора наиболее приемлемой сферы деятельности. Эту услугу мы оказываем как наших безработным гражданам, как и ищущим гражданам, и большую компанию мы проводим профориентационную со школьниками нашего города. Начиная с 9 класса, то есть с 14-летнего возраста, когда перед молодыми людьми появляется остро вопрос о том, куда пойти учиться, куда приложить свои недюжинные способности и силы, мы проводим данное мероприятие. Мы выезжаем с помощью мобильного центра по школам нашего города, по учебным заведениям нашего города. Летом мы выезжаем в оздоровительные лагеря, где проводим профессиональное тестирование. Бывает так часто, что уже с самого детства знает ребёнок, кем он будет, когда он родился, например, в династии хирургов, преподавателей. Есть такое мнение, что есть много способов сделать карьеру, но самый верный – родиться в нужной семье. Поэтому, Юрий Николаевич, хочу у вас спросить, так ли это? Дети, находясь внутри такой семьи, они же живут в этом мире. И многие, конечно, идут внутри этой династии. Это может быть их добровольный выбор. Мало того, этот выбор такой ясный, понятный для них. И, конечно, в таком случае, если дети продолжают династию, это просто замечательно. Другое дело, что родители могут как-то усердно заставлять детей следовать своему выбору. Ну да, по традиции, которая сложилась в семье. Можно ли это? Можно? Здесь вот есть такие перегибы. Да, это может быть такое. То есть это не есть хорошо вот так вот делать. Тогда как нужно делать правильно? Я вам хочу сказать, что профессия, она ведь не наследуется. Все, что касается профессии, какой-то работы в течение жизни, это все социально обусловленные какие-то знания, навыки. Это все прививается в течение жизни человека. Наследуются, может быть, какие-то задатки. Задатки, например, что делать руками или задатки больше теоретически что-то рассуждать, как-то осмысливать. Есть дети, которые очень хорошо со знаками занимаются. А есть дети, которые очень хорошо с какими-то художественными образами взаимодействуют. Вы знаете, вот склонность, например, к какому-то художественному творчеству. Вот это вот задатки, которые можно потом развить. Если родители их замечают, а они с детства начинают себя проявлять как-то и развивают их, то это потом, по-моему, в дальнейшем может вылиться уже в какую-то профессиональную деятельность. Это здесь главный вопрос, то, что нужно пытаться рассмотреть, заметить ребенке, то, что в нем есть. Да, вот есть как бы таких вот несколько путей профессионального самоопределения. Если уж мы завели об этом, я сейчас скажу о них. Есть такие крайние пути. Например, говорят молодому человеку, там, девушке или юноше, ты вот сама куда решишь, туда пойдешь. Да, вот иди, вот и определяйся. Это рискованный путь на самом деле. Ну, я думаю, часто многим знакома такая ситуация, когда человек уже достаточно взрослый, который закончил свое образование, потратил на него много времени и сил, понимает, что это не его путь, что он ломает себя, когда идет работать там бухгалтером или еще кем-то. Как быть в этой ситуации человеку, как ему себя, нужно ли себя ломать, все-таки работая по той специальности, которую он получил, как-то примириться или бороться с этим? Да, вот очень важный такой вопрос. Вы знаете, тут бы надо разделить некоторые вещи. С одной стороны, человек, выбрав профессию, испытывает внутри нее трудности какие-то. Возможно, ему там что-то не дается, либо условия так складываются, что ему кажется, что гораздо легче было бы где-то еще там другую специальность приобрести и поработать. Вот если он испугался трудностей в реализации себя в этой профессии, то ему бы хорошо остановиться и подумать, да, чего же я на самом деле боюсь. Какие там препятствия стоят, и может быть я там в силу тревожности высокой, либо нерешительности боюсь преодолевать эти вот преграды, да, на своем жизненном пути. Либо это реально действительно то, что ему не доставляет никакого удовольствия. Вот какая-то профессия, которую его там заставили, предположим, да, пойти, и вот он там трудится. Тогда ему есть смысл, конечно, подумать о том, как бы он и куда бы ему хотелось пойти там работать и, так сказать, чему-то еще поучиться. Стоит ли этого бояться? Перемен вот таких. Все-таки профессия это очень важно, которая тоже получилась. В жизни много страхов, и само профессиональное самоопределение. И, знаете, это вот процесс, который длится всю жизнь на самом деле, потому что первый шаг в 14-15 лет по профессии, это всего лишь начальный шаг, где будешь ты выдвигаться в профессиональную область. А там потребуется много всего, ведь самоопределение всю жизнь длится. Ведь получив одну профессию, человеку нужно будет в нынешних условиях, может быть, иметь еще 2-3, чтобы быть адекватным на своем месте. То есть получается, что никогда не поздно учиться, никогда не поздно найти себя. В принципе, да. А потом, когда он уходит, предположим, на пенсию, закончив активно работать, да, у него снова, может быть, самоопределение, а чем на пенсии-то заняться. Это новая профессия, может быть. Новый этап в жизни, согласна. Новый этап в жизни. Поэтому здесь, ну, бояться своего, так сказать, нового знания какого-то профессионального, это, собственно, бояться жить, бояться раскрывать свои границы, свой потенциал. Поэтому, ну, это вопрос к страху. Спасибо. Выбор профессии – дело трудное и, безусловно, очень важное. Сегодня у нас в гостях те, кто сделал выбор и кто еще стоит на пути этого выбора. И мы узнаем, с какими проблемами и сложностями приходилось или приходится им сталкиваться. Итак, встречайте Ульяна Волкова и Владислав Семенов. Итак, я знаю, Ульяна, что вы уже определились с выбором, что вы в нем не разочаровались. Расскажите, чем вы занимаетесь и почему решили выбрать себе такую профессию? Ну, эту профессию я еще выбрала, когда училась в школе, работая по специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит. Вот мы сейчас много говорили о том, как молодому человеку выбрать профессию, когда он решает, куда поступать учиться. Вы принимали решение, основываясь только на своих желаниях или родители принимали в этом участие? Ну, с родителями советовалось. А родители, они тоже работают в этой сфере или нет? Почему они рекомендовали именно такую работу? Родители нет, но тетя у меня тоже работает бухгалтером. Это как-то повлияло, нет? Да. Советовались с ним? Советовались. Я знаю, что нелегко было найти работу после того, как закончили учиться. Да. Когда я закончила университет в прошлом году, я столкнулась с проблемой трудоустройства и обратилась в центры занятости. Мне там давали направление различные места, однако я получала отказы, и основной причиной это было отсутствие опыта работы и навыков работы в один из бухгалтерий. Ну, очень серьезная беда, я думаю, многие сталкиваются с этим. Мне предложили курсы в центре занятости по повышению квалификации, которые я успешно закончила, получила свидетельство об дополнительном образовании, и буквально через месяц мне нашли работу, трудоустроилась. Есть какой-то совет для тех молодых людей, которые, может быть, еще не нашли работу или не нашли даже себя? Ну, наверное, тоже обратиться в центры занятости. Я приглашаю всех, кто так или иначе стоит перед проблемой либо выбора профессии, либо проблемы трудоустройства, обращаться к нам в службу занятости. Мы готовы помочь, мы готовы молодежи помочь определиться с выбором профессии, мы готовы переориентировать граждан уже более взрослого возраста. Просто если какие-то проблемы с трудоустройством, то есть мы в любом случае переориентируем, мы поможем получить новую смежную профессию для того, чтобы трудоустроиться, быть востребованным на нашем рынке. Ну что же, как раз человек, который пока еще выбирает работу, ищет работу. Владислав, расскажите, почему вы пришли в службу занятости и почему возникли такие проблемы с поиском места работы? Одна из причин, почему он пришел в службу занятости, потому что это один из способов найти работу. То есть можно пойти в кадровое агентство, параллельно в службу занятости, параллельно в поиск самому, где-то через газеты, через знакомых. То есть один из вариантов. А кто вы по профессии? Экономист. Ну, наверное, это одна из тех сфер, которая как раз-таки испытывает переизбыток специалистов, которые выходят на рынок труда. Экономисты, юристы. Хорошо, вы пришли в службу занятости. Чем они вам помогли или, может быть, помогают сейчас? Ну, они в меру своих возможностей предлагают вакансии, которые у них поступают. В принципе, вариантов есть, но не очень много. А вы никогда не думали о том, что если вот сложно найти работу, которая не подходит под ваши требования, не пробовали сменить специальность? Не думали? В принципе, не надо бояться, как бы, если ты хочешь поменять работу, то можно поменять. Я знаю, что я найду, как бы, я знаю, что когда я найду, то есть я еще, как бы, здесь поработаю годы 3-4-5. Да, потом, как бы, я, скорее всего, сминил сферу деятельности. Как раз то, о чем вы говорили, да? То есть не надо бояться, потому что, допустим, японцы, да, у них есть вообще, то есть 5 лет, больше 5 лет на одном месте работать нельзя. Ну что же, мы сейчас затронули в очередной раз вопрос нехватки специалистов тех или иных. Ольга Сергеевна, еще раз о рынке труда в нашем городе хотелось бы поговорить. Меняется ли как-то эта ситуация вот с вашей стороны? Вы пытаетесь что-то сделать, как-то воздействовать на учебные заведения, либо на работодателей, чтобы простимулировать их? Сегодня на рынке труда в Твери, в Тверском регионе, в первую очередь, нужны квалифицированные рабочие кадры. Но вот именно специалисты вот такого уровня, такого класса, как наш герой, они тоже востребованы. Единственное, что в данный момент вот наш герой еще... Не всегда соответствуют, да, те предложения? Да, он, я думаю, что у него не очень остро стоит вопрос с трудоустройством, поэтому у него есть какое-то время еще выбирать. Между теми вакансиями, которые мы предлагаем, он ходит на собеседование к работодателям, значит, что-то не устраивает, может быть, его, что-то не устраивает работодателя. Но мне кажется, что у Владислава высокая мотивация к труду, он, естественно, найдет своего работодателя, и у него все сложится замечательно, и мы ему постараемся максимально в этом помочь. Другая сторона этого вопроса, когда квалифицированные специалисты не могут найти, ну, не получается найти работу у себя здесь, дома, в своем регионе, они уезжают в столицу, либо куда-то еще. Ну, естественно, существует определенная миграция в силу даже тех территориальных причин, потому что мы очень близко находимся к городу Москва и городу Санкт-Петербург. И традиционно трудовая миграция всегда существовала. Но в последнее время, опять же, вот я возвращаюсь уже к ранее сказанному о том, что у нас в нашем регионе очень благоприятный инвестиционный климат. У нас открывается действительно очень много предприятий, на которые нужны квалифицированные работники, нужны специалисты, нужна молодежь. И поэтому сегодня найти своего работодателя в Твери, в Тверском регионе, построить свою карьеру на вновь открывающуюся предприятие для молодежи, это не проблема. Я надеюсь, что каждый специалист в Тверской найдет себе достойное место работы. Человек, который уже устроился, нашел себе работу, все-таки должен обладать какими-то определенными качествами. Я думаю, независимо от того, по какой специальности он работает. Юрий Николаевич, вопрос к вам. Какие это качества? Каким должен быть идеальный работник? Что в нем должно быть? Чтобы у него все получилось и чтобы работодатель тоже был доволен? Работодатель требует от своих работников, ну, как правило, примерно одного и того же. Ему нужно, чтобы работник работал дисциплинированно, организованно, выполнял трудовые задания, приносил ему прибыль какую-то. Вот что нужно работнику на предприятии, тут не только деньги. В общем-то, конечно, хорошо, если он имеет достойную зарплату или стремится к ней. Здесь еще важны, и, скажем, работодателя ждут, это хороший климат психологический на самом предприятии. То есть очень важно, а с кем этот человек работает, кто его окружает, какие люди, какая там атмосфера. Это еще возможность какого-то роста профессионального, карьерного роста. Это тоже очень важно. Вот в совокупности у этого, когда ответственные руководители создают условия для своих работников, а работники, соответственно, дисциплинированно трудятся и проявляют свои деловые качества. Вот это и важно. Когда здесь находится взаимопонимание, то тогда предприятие на плаву и хорошо, эффективно работает. Но если говорить об индивидуальных качествах людей, то многое зависит от того, в какой сфере человек работает. Есть деловые качества, предположим, которые нужны в тех сферах труда, где они очень важны. А есть, предположим, сфера труда, где важна какая-то креативность высокая, творчество. Да, там, значит, будут ориентироваться на подбор кадров уже, исходя из этих каких-то посылок. Вот насколько человек может быть гибким, насколько у него не шаблонное мышление. То есть все зависит от того, куда человек идет работать и какие требования. Я думаю, что все-таки у него все равно должно быть именно желание работать и умение работать, независимо от того, в какой сфере. Если говорить об этом, то, конечно, тут как бы, знаете, идеальное сочетание следующее. Я вот вам о нем скажу, как об идеальном. Это когда человек хочет что-то делать, вот у него искреннее желание это делать. Он любит свою работу или то, чем он занимается, то, что называется своим трудом. Он умеет это делать, не просто любит, а еще и умеет. У него есть профессиональные навыки и возможности осуществлять эту работу. И у общества есть спрос на эту услугу. Вот в этом регионе, в этом месте, где он живет, кому-то надо, чтобы вот он работал на предприятии именно по своей специальности. Вот если все эти три момента совпадают, то вот все замечательно. Но вот это вот редко бывает, но не так часто, скажем, как хотелось бы. Но я думаю, к этому стоит стремиться. Да к этому, конечно. К каждому молодому человеку, который ищет работу. Сегодня у нас в гостях студенты, по большому счету, я думаю. И рано или поздно перед каждым из них станет выбор, как найти работу, как ее найти правильно, где ее искать. Хотелось бы спросить, что вы думаете. Прежде всего, нужно знать с самого детства и идти к своей профессии. Либо можно потом уже, научившись чему-то, узнав больше о жизни, выбрать себе работу именно по душе. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Для того, чтобы выбрать будущую свою профессию, надо поставить перед собой какую-то определенную цель. Задаться себе вопросом, нужно ли это в дальнейшем. Вот, к примеру, хочу сказать немножко о себе. Вот я выбрал профессию, отучившись на среднеспециальном образовании. Мне это надо было в жизни, то есть специальность компьютерщик. Дальше получаю высшее образование, свой профессионализм. И уже на втором курсе определился, что это не моя профессия. Но задался себе вопросом, это мне нужно, и поставил себе цель добиться лучших результатов. И что желаю будущим студентам ставить перед собой цель, желание и поставить какие-то определенные задачи. Задачи, для чего это нужно. Спасибо. Ребята, я знаю, вы учитесь каждый на какой-то специальности. Кто помог вам сделать эту выбору? Почему вы решили, что будете учиться именно здесь? Учусь на втором курсе по специальности туризм. На специальности я себе это выбрала сама. Родители меня поддержали в этом. С детства я просто увлекалась очень путешествиями и историей. Ну и туризм, он как бы объединил в себе все мои увлечения. Но я думаю, что важно с детства знать то, чем ты хочешь заниматься. И если ты ошибешься в профессии, не нужно бояться этого. Можно спокойно пойти на другую профессию, какие-нибудь курсы или получить еще одно образование. Я вот планирую, например, после завершения колледжа пойти на специальность психология. Еще одно. Мне это тоже интересно. И не стоит бояться пробовать что-то новое. Я абсолютно с вами согласна. Думаю, да, практически все согласны. Можно прокомментировать. Девушка, имя, отчество Светлана, у нее замечательно. Она получает замечательную профессию. Ведь одно из основных направлений развития Тверской области, это именно развитие сферы туризма. И после окончания учебного заведения, мне кажется, она будет очень востребована в нашем регионе. И найдет себе работу. А что касается обучения, получения второй профессии, Естественно, если есть желание, стремление и силы, то у нее все получится. И если нужна будет необходимость нашей помощи, мы тоже ее окажем. Продолжая тему обучения, сейчас наш гость затронул такую тему. Он знает, что, может быть, это что-то немного не его, какая-то профессия, но он знает, что ему это нужно на данном этапе жизни. И хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, Юрий Николаевич, с точки зрения своей, как все-таки, имеют ли право быть такие ситуации? Ну, вот я в отношении, хотел сказать несколько слов, молодых людей, которые только что закончили какое-то учебное заведение с трудоустройством, когда нет опыта работы. И вот поиск, куда устроиться, и надо ли еще учиться. И вот здесь очень много, значит, таких действительно сложных ситуаций. Скажу, на самом деле, действительно сложно устроиться без опыта работы, потому что, ну, никому, как правило, не нужны люди, которые не умеют что-то делать. Ведь, закончив учебное заведение, очень многие люди не представляют реальную работу. То есть, вот когда ты приходишь на реальное производство, и что-то там, или в какую-то сферу, там, предположим, туризма, там ведь некоторые отличия есть между тем, что вам рассказывали, и тем, что существует на производстве. Или же там в сфере обслуживания. И этому нужно будет учиться. Но это просто практика, вопрос практики. И вот здесь, вы знаете, да, такие ожидания бывают ложные у молодых людей. Кажется, что если вот он закончил институт, получил диплом, то его все ждут, да, вот меня должны сейчас взять, обязательно на очень хорошую работу, да еще хорошо платить, а я при этом там буду учиться. Знаете, вот это вот, жизнь показывает, это далеко не так. И здесь вот, как бы, вот эти вот такие ожидания... Получается, не только в учении тяжело, но и в бою, в принципе, тоже. Ну, как бы, да. То есть, вам бы надо бы это место под солнцем еще, что называется, для себя заслужить. А ведь потом его еще удерживать нужно. А потом его еще можно расширять, удерживать, расти на нем. И здесь вот один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, в плане преимуществ вашего возраста, когда вы начинаете трудовую деятельность, не имея опыта работы. У вас здесь огромное преимущество по сравнению с другими людьми, которые на этом рынке уже, предположим, давно. Они профессионалы, но у них может быть малая мобильность. А вот у молодых людей она, как правило, большая. Они не обременены еще большими семьями, какими-то обязательствами. И они мобильны. И вот за это и любят молодых людей. Как наши герои могут себе позволить искать и выбирать? Не то, чтобы искать и выбирать. Это тоже не могут позволить. Но бесконечно не будешь искать. Уже иногда учеба становится, профессия учится и учится бесконечно. А тут имеется в виду, что вы на производстве можете быть мобильными. Вас, конечно, будут посылать во всякие разные командировки. Может быть, черновую работу приходится делать. Но когда вы начинаете работать, и вы включаетесь в этот процесс, и вы безотказны, и вы работаете там, может быть, где не совсем престижно, на первых порах, то вот тут вы начинаете приобретать вот тот самый авторитет и опыт, который вам по зарез нужен. А потом, с течением времени, вы уже поймете, куда вам, так сказать, определяться дальше. Понимаете, важно первое шаги начать работать. Подведем итог, как все-таки три основных правила, как молодому человеку правильно выбрать свою профессию и найти себе потом работу. Я вам хочу сказать, что хорошо, если вы понимаете, зачем вообще эта вам работа нужна, зачем вам профессия такая. Что вы с ней будете делать, что она вам даст, лично вам. Здесь нужны какие-то внутренние потребности, самопознание. Как вы там себя будете реализовывать, что она даст людям вам, вас окружающим. Что она даст вашим детям, вам самим. И здесь не только дело в материальном, то есть не все считается в деньгах. Это первый момент очень важный. Второй момент, когда вы начинаете трудовую деятельность, вам надо точно абсолютно знать, что вам придется трудиться лично вам, осваивать эту профессию. Здесь нужна и дисциплина, и организованность, и здесь требуются усилия волевые. А волевые усилия, они там, где мне не хочется чего-то делать, а надо. И предстоит вот это надо делать. Без этого никуда. И третий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, то, что касается уже какой-то карьеры и профессионализма, нужно начинать как бы задумываться, и не просто задумываться, а реально как бы воплощать это в жизнь. Это личную ответственность за то, что вы делать будете. Вот за результат своего труда. Когда приходит молодой человек и говорит, дайте мне зарплату, я вас тут посижу, то как бы вот это ни о чем, понимаете. Вот он что-то там производит, и он лично отвечает за качество того, что он там будет делать. Вот если это все будет сочетаться, вы станете профессионалами и будете продвигаться по своей профессии, по карьере. Спасибо. Ну, это не все, но, думаю, это основные вещи, которые мне хотелось бы сказать. Вопрос к представителю службы занятости. Что должны знать молодые люди, которые ищут себя в профессии? Во-первых, надо правильно сориентироваться в будущей профессии, правильно поставить перед собой цель, добиваться этой цели. Не всегда пасовать перед трудностями, даже если вам кажется иногда на каком-то первоначальном этапе, что это не ваше, и у вас это не получится, и вообще выбран путь неправильно. Часто эти стереотипы развеиваются, когда начинаешь работать уже по выбранной специальности, если все сложится, если будет удачный коллектив, удачная работа. И потом окажется, что все-таки действительно это твое, и действительно выбор профессии правильный, и силы направленные, приложены, так скажем, правильно и в нужное русло. Спасибо. Действительно, профессия – это то, что определяет нашу жизнь. И очень-очень важно сделать выбор правильным, кем стать через некоторое время. Однако, сделав выбор, не стоит останавливаться на нем и думать, что ничего нельзя в жизни изменить. Выбирайте себе профессию по душе и по способностям, но в то же время никогда не бойтесь перемен. Вам помогут на этом пути и ваши знания и умения, а также службы занятости, которая в нужное время может помочь сделать правильный выбор. Успехов!